Так, что надо делать-то? Что нужно делать? Тихо, 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 тихо. Что надо делать-то? Просто могу открыть? Да, открывай, дочка. И все, и сразу это? Да, и сразу это. Не хочется. Не сломаю тебе? Нет, ты их не сломаешь. Просто накачивай, вот. Ты накачивай, вот. Учись, дочка. Начинается ветер. Ты вниз туда кидаешь? Барабанить мне. А что это за дерево? А, вот это носики, носики. Носики которые, я знаю. Кто нас с носиками? Такие вертолётики, да? Да, да. Мы для детского сада раньше. Думала, девочка. Ты не торопись перекусать. Ты накачай. Нет? Давай, пошли. Ну, по идее, он должен сразу. Давай я попробую. Нет, Верочка. Ай, я не могу. Давай я попробую. Давай. Чтобы это тащить? Нет. Не надо тащить? Нет. Ну, Веронтик. Ну, может, теперь посмотреть. Смотри, нас. Смотри, тебя. Ну. А, Олюшка, маленькая, маленькая, маленькая. А это я просто взяла, наверное, из архива. Красота. Это мы в Турции. Да, 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 да. А, ты здесь, нет, не три года назад. Здесь тебе, по-моему, лет пять было. Красота. Было что вспомнить. В общем, хорошо, когда есть YouTube. Можно не искать в архивах. Да, Олюшка? А сразу включить свои видео. Ух ты, какие мы. Я-то еще молодая какая, а? Ты сейчас молодая. Да, Олюшка. Хорошая музыка. Да. Клен ты мой опавший, олюшка. А погромче можно сделать. Да, Олюшка. Как хорошо смотреть свое видео. Здравствуйте, мои дорогие, мои подписчицы и мои подписчики. Здравствуйте, мои... Ну, все, я увидела, какие ленты. А у тебя индейка, бедро индейки. Она не очень сухая, нет? Нет, она у меня здесь уже по пара часа. По пара часа, потому что она должна готовиться гораздо быстрее, нет? Нет, нет, нет. Я ее натёрла майонезом. Соль, перец. Вот накрыла этой фольгой. А вода была холодная? Нет, ну море, тёплое. Это, по-моему, было июля или август. Да июля, наверное, мы были. В общем, сегодня мы будем печь венские вафли. Я с собой привезла вафли. Не только секатор, но и вафлиницу. Да, я привезла сегодня два секатора, чтобы Верочке тут подстричь деревья, кусты, потому что когда сильный ветер, бьёт прямо в стёкла и в балкон. И я всегда вожу какие-нибудь, что там, я вожу вафельницы. И при том разные вафельницы, тоненькие или толстые венские вафли будем делать из творога. Совсем недавно мне написали, что, любовь, готовить это не ваше. Согласна. Что у меня не кулинарный канал. И что, возможно, я не умею показывать красиво, знаете, как можно залипать вот на этих всех каналах. Который я, кстати, я сама так же залипаю на таких каналах. Хорошо, так, что нам нужно? Давай уберёмся, теперь. Не знаю, сейчас. Где у нас, где у вас хранится лёд? Нет, не знаю. Мы убираем, убираем. Пасмёт. И всех приберём. Скатный орех, да? Ну, скатный орех. Разрехпитель нужен? Я разрехпитель нашла. Мне теперь надо найти ванильный сахар. Так, пока есть и ванилин, и ваниль. Ну, давай ванилин, только половиночку, чтобы не горчило. Где он, Саша? Ой, как мне нравится, когда вот такая камера настроена. Смотри, там такой круглый стол, хотя он не круглый совсем. Олюшка, иди, Верочка, наливай чай. Весь день будем пить чай. Красота. Красота. Уже, по-моему, это было в третий раз. Вкусно? А ты что, перебучила? Ну, надо сначала так попробовать. Да, это же с творогом и с сахаром. Можно с вареньем. Я просто добавила нужный сахар. Нужный сахар. Вкусно, Верочка, да? Перфекто, сказал бы Максим. Еще раз добрый вечер, мои хорошие. Так здорово посидели с дочкой, как я люблю готовить что-нибудь. Чарли, тихо, как я люблю готовить что-нибудь у них. Ну, потому что бабушка всегда должна радовать пирогами и всякими вкусняшками. Пришла домой. Все спят. Взяла Чарлик, иду прогуливаюсь. Еду на другой конец Москвы. Приезжаю Олечку взять из школы. Посидеть, уроки с ней поделать. Верочку встретить. А на другой день у меня школа большая с Максимом. Потому что Чарли, потому что Макс у меня, я уже говорила, учится на дистанционном обучении. С шестого класса, старшеклассники учатся на дистанционке. И когда мне говорят, Любаш, давай с тобой встретимся где-нибудь. Я говорю, не могу, не могу, не могу. У меня каждый день дистанционка. Действительно, по-моему, я учусь в школе, а не Максим. Завтра пойдем к свекрови. Уже запланировали. И знаете, как мне приятно, когда вы каждый раз мне пишите и просите передать моей свекрови привет, пожелания здоровья, всех благ. Конечно, самое главное – здоровья. А вы знаете, что у меня свекровь очень строгая женщина. И она опять будет рассказывать, как ей звонят на городской телефон, как ее будут опять ее разводить. Ей звонят постоянно. Но она называет, что такое злохотрон? То там проверить окна, то водосчетчики опять она просит ей поменять. Ну, в общем, она такая, знаете, как острый на язычок. А еще она в свои почти 90 лет с удовольствием со мной пьет венца, может выпить шампанского, поддержать разговор. В общем, прохладно уже. Чали. Так что завтра-завтра все поснимаю, обязательно все передам. Все ваши приветы, все ваши пожелания. Сегодня решила приготовить винегрет. И пойти с Сашей к моей свекрови, к его маме. Часто готовлю. И вот у меня вопрос тут возник. В наше советское время, в наше, мы брали горошек только глобус. Сейчас их много. Дядя Ваня, Эко, Шесть Соток, еще что такое, Бондуэль и так далее. И тут и мы с Сашей поспорили. Глобус выпускает Будапешт или Болгария. Польша или Болгария. Вы знаете, что с удивлением Саша здесь прочитал? Что выпускает Краснодарский край, оказывается, фирма Бондуэль. С надписью Глобус. Вот так вот. То есть здесь написано Глобус. А вот здесь вот выбит, ну не штрих-код, но здесь выбиты цифры. Мы по ним как раз и посмотрели, что они обозначают, какой регион. А здесь оказывается Бондуэль. И мне кажется, что здесь немножечко подбирают. В общем, фишка вот в чем. Взять любую банку, любую, и наклеить то, что хочется. Ну, давайте еще раз вернемся к стране изготовителя. По штрих-коду пять. Это Венгрия. Венгрия. А по цифрам Бондуэль. Краснодарский край. А Венегрит всегда готовлю только с помощью насер-дасера. Ну, вот такая я вот лентяйка. Здесь огурчики порезала, свеклу. А еще, помните маленький секретик, которым делились с нами наши родители? Чтобы Венегрет был ярким и не окрашивал картошку, мы сначала режем свеклу и поливаем подсолнечным маслом. Отдельно режем морковку. Где-то она у меня еще, а на том столе. И тоже поливаем подсолнечным маслом. Смотрите, какие миленькие квадратики огурчиков. И теперь залью ароматным подсолнечным маслом, который я привезла из Анапы. Вообще предпочитаю подсолнечное масло покупать на рынке, если хочется ароматного подсолнечного масла. Никогда не солю винегрет. А вы? Я добавляю соленые огурцы и квашеную капусту. Все. Учите и учим. Мам, да, учим, учим, учим. Что нельзя? Надо же куда-то водить его. Ну, куда его водить? Ну, в детский сад вожу, в школу. Что же еще мне не хватает в школу? Сразу к рыбам. Как у нее? Что-то вода помутнела. Перекормили рыб. Нормально. Не-не-не-не, перекормили. В прошлый раз была прозрачная. Ну, значит, в выходные приду, поменяю воду. Хорошо. Почищу. Два месяца уже, я в выходные. В выходные приду, мам. Завтра будет. Ну, чтобы, это, Света тоже говорит, что жена, я вот еще, чтобы два месяца, а у нас надо три. Я ничего не говорю. Здравствуйте. Правда. Мам, смотри, сколько у меня. Мы будем с тобой пить вино сегодня. Дай я пройду. Давай, мам, проходи. Мешок вина. А ух ты, Той, а там рыбочка. Да, я знаю. Сейчас мы ее и достанем. А кто ее? Такая суета, суета, суета. О, полный не делали. Неполный мешок-то. На, не полный. Ой, ты моя хорошая. Что тебе, неполный мешок налили тебе? Как на тарелке. Сейчас, Саша. Зачем так белками достать? Мне не надо гласть. Я вот одну каплю возьму. Хорошо, мам. Вот, Саша, положи одну капельку. На, одну каплю тебе мой. Ешь. Я только что пообедала. Ну, и мы пообедали. Теперь закусим. За твой здоровье. Дайте. За ваше здоровье. А мне теперь чего? Счетчики просят опять поменять? Нет, не поменяю. У вас давно проверка была счетчиков? Я говорю, а зачем мне проверять? Я говорю, в этот раз. Я говорю, Света, подержи. Подожди, я говорю, послушай, что я с ней буду разговариваться. Света, слушает. Я говорю, а зачем ей проверять-то? Я говорю, мне, у меня до 24-го года. Я говорю, счетчики. Я знаю, когда у меня кончаются счетчики. Ты помнишь, когда 24-го года заканчиваются. Да, до 24-го года. Я говорю, а что, вам делать нечего, что ли? Вы чего? Вам... Вот. Что-то я ей... А что, ты скажи, а у вас что, не записано, когда менять-то? А ты спрашивай маму. А у вас не записано, когда менять-то? Сказать, ну, наливай еще себе, что ты? Костолю. Я думаю, что убрал, я думаю, что убрал. Сын успаивает. Эти, теперь она, значит, мне... Сын успаивает. А 24-го, а вы не помните, какого месяца? Я говорю, вот еще, я пойду искать документы. Вам еще нужно? Я говорю, что-то, пошли к черту, больше мне... Скажи, у вас все записано. И я уже собаку спустила. Это она умеет. Это она умеет. Завтра я вам позвоню, вы узнаете, какого числа, какого месяца. Я говорю, не звоните и позвоните. Я говорю, ничего я вам не скажу. Каждый, я говорю, уже который раз вы мне звоните. Я говорю, или не вы, или другие. Мам, сколько никого не пускает в дом, пожалуйста. Да я никого не пускаю. Так вот, приехали мы к свекрови. Сначала говорит, не буду, не буду твой винегрет. Не буду, не буду пить. Попробовала. А вино-то вкусное. А вино-то краснотарское. Конечно, намного лучше, чем шампанское. И посмотрите-ка, мои хорошие. Через месяц моей свекрови 90 лет. А вино пьет легко. И никогда не отказывается. Да и мы. Нам лишний раз навесить свекровь, принести хорошего вина, принести что-нибудь из вкусной домашней закуски. И не то, что что-то там отметить. Нет. Просто посидеть, просто поговорить. И ей хорошо, и легко. После выпитого. Ну и мне, конечно же. А сейчас мы... Саша подключается к Мариуполю. К Мариуполю. Вот. Видеосвязь один раз прервалась, второй раз прервалась. Ну, в общем, Надюша из Мариуполя. Пока ты там подключаешься, я говорю о тебе как раз. Сколько лет мы ездили в Мариуполь. Уж, я не знаю, Саша со свекровью и с сестрой, со Светой. Ну, наверное, лет 20. Может, даже больше подряд, да, ездили в Мариуполь. Вот. И я со своими ребятишками. До поры до времени. Жаль, конечно, что сейчас уже не добраться туда. И... Ну, в общем, жаль. Что говорите. Здоровье, да? Здоровье нормально. На юбилей тебя приглашает. На юбилей? А у меня сегодня передашь маме, если она плохо слышит, День рождения у Лолечки и у Лёши. У зятя. О! Передавай наши поздравления. Привет им, да. Вот это ж на кухне находилась, кушать готовила. Лёша сегодня у Лёши и у Оли Дерсеньева. О, как хорошо, смотри как. Это... Да, слушай, как уж она... Я уже забыла, как её звать. Кого? Надя. Выпила и всех забыла. Ой, уже забыла, что хотела сказать. Выпила и всех забыла. Ты что молчишь? Да, смотри, сраки она. И видимость плохая, а увидала, что зубов нету. Надя, он что зубы-то не уставляет? А? Он их по праздникам одевает. Он не хочет, он боится меня. Он боится. Он хочет. Всё, только не пой. Напилась я, я пьяная. Давай, всё, мам, здоровья тебе. Я сейчас вообще не пою ничего. Не пою? Ну, только пьёшь. Ладненько, мам, давай, всё, аккуратненько, давай, всё, целую тебя. Спасибо. Спасибо. Отхожу. Открывай. А там не захлопну. Я закрою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...